Клубничное королевство, в котором уже традиционно при поддержке Балаковской АЭС проходит фестиваль клубники, на днях превратилось в территорию спорта, а извилистые пешеходные дорожки городского парка стали трассой для любителей бега. Здесь прошел масштабный забег атомных городов, который объединил 20 российских городов в расположении предприятий атомной отрасли. Проходит последовательно из города в город для того, чтобы передать вот эту эстафету здорового образа жизни. Все жители атомных городов присоединяются к году здоровья, которым объявлен 2019 год. Не зря говорят, что Балакова – город спортивный. Это в полной мере подтвердилось большим количеством участников спортивного праздника. На забег атомных городов изначально зарегистрировались 700 человек, но в день старта желающих оказалось почти в два раза больше. Самой маленькой участницей забега было всего два года, а самому старшему – 75 лет. У нас возраст от ноля до бесконечности. У нас очень много ветеранов сегодня, как атомной станции, так и города Балакова. Очень много детей на регистрации. Это все было инициировано в первую очередь для того, чтобы приобщить людей к здоровому образу жизни, чтобы у людей появилось желание занять все спортом. Спортивный праздник открыли большим флешмобом. Больше сотни его участников образовали фигуру в виде сердца, которое ритмично бьется. Оно не боится спортивных нагрузок и становится еще более выносливым, если человек ведет активный образ жизни. Ну а перед забегом прошла большая разминка, которую провели известные спортсмены Балакова – чемпионы в различных видах спорта. После такой разминки ноги сами бежали к старту. Организаторы разделили всех участников на несколько возрастных групп. И состязания проходили отдельно среди мужчин и женщин. В зависимости от этого и дистанции были разные. Самые маленькие участники бежали 500 метров, а самые подготовленные – 2019. Именно это расстояние от старта до финиша символизировало то, что забег проходит в честь Года охраны труда, здоровья и здорового образа жизни, объявленного в Росатоме. Я первый сюда пришел, чтобы принять участие в этой акции «Здоровый образ жизни спортсмены на всю жизнь». Сам я из другой области, поэтому именно в этом забеге принимаю участие первый раз. А так ведем спортивный образ жизни. Победа, она не каждому нужна, а нужно участие. Вот мы и участвуем, чтобы нас все видели, и мы всех видим и показываем своем здоровье. Я решил посмотреть, как я буду выглядеть на уровне таких спортсменов, которые будут здесь участвовать, на уровне своих однокурсников и что я могу показать. Благодаря грамотному распределению участников по группам на старте не было толчаи, и бегуны без проблем занимали позиции, подходящие им по уровню подготовки. Практически сразу определялись лидеры, они-то и вели остальных к финишу. Но спорт зачастую преподносит сюрпризы, поэтому ближе к финишу ситуация могла и поменяться. Стартовал первым, потом вторым шел, немножко отсиделся и прибавил на финиш. Ну, по идее, спорт обязательно нужен, и в работе помогает тоже хорошо. Ну и стимулирует, особенно на соревнованиях, когда участвуешь, то это большой стимул. В принципе, несложно, главное – получить удовольствие. Соперник, конечно, был спортсмен, Александр Гармаш, вообще признанный чемпион, представляет госкорпорацию на всех международных соревнованиях. Там есть за кем равняться, держаться. В этот вечер на пьедестал почёта поднимались бегуны, которые показали лучшие результаты. Кто-то из них уже знает, каково это – побеждать. Ну а кто-то стал настоящим открытием спортивных стартов, обойдя даже именитых спортсменов. Всего было разыграно 10 комплектов медалей. Отметим, что эстафета в забеге атомных городов продолжится до 21 сентября. Планируется, что в уникальном проекте «Русатома» примут участие десятки тысяч человек, приверженцев здорового образа жизни.